Всем привет, дорогие мои подписчики! Сейчас будете смотреть мой новый выпуск. Меня спрашивают подписчики, а ссылки будут? Я не знаю, какой бред, конечно, продавать гайды, картинки. Конечно, у меня все с ссылками. Я знаю, что некоторые люди продают просто мудборды, но это, простите, бред. У всех есть интернет. Рассказываю. Там будет очень много луков, готовых решений. А у меня все с ссылками, с подборками, с ценами, с рекомендациями. Ну что, мои дорогие подписчики, вы дождались. Я иду в лайм. Мы будем гулять по лайму. Я вам буду показывать, что у них нового появилось. А, во-первых, я хочу рассказать вам, что в лайме появилась мужская линейка. Просто обратите внимание, здесь представлена как классическая мужская одежда. И для более модных всякое такое городское, стрит-стайл, фэшн. Сейчас буду вам показывать, что мне приглянулось. Вообще, все выглядит очень круто. Намного симпатичнее, как мне кажется сейчас, на первый взгляд, чем в Заре. Ну и, конечно, я еще люблю просто осенне-зимнюю вот эту вот всю эстетику. Вот, поцените, какая дубленочка. Вообще супер. У меня такая была искусственная давно. В ней, кстати, довольно тепло. Цена 12 тысяч. Очень классно. Сейчас я вам померю, покажу. Конечно же, вы знаете, как я люблю носить и мужские, и женские вещи. Поэтому буду мерить и мужское тоже. Смотрите, какой бомбер. Офигенный. Он стоит тоже 12 тысяч. Берем его мерить. Свитера очень классные. Кстати, что за состав у них? Вау. Сто процентная шерсть. Но он прям видно, что классный. Его мерить не будем. Я вам покажу вещи в своем стиле. Всякие кожаные. Вот эти пола классные. Короче, я считаю, что здесь помимо парня можно классно прибрахлиться и девочкам. Мне вот этот тренч нравится. Я обязательно его сейчас возьму померить. 17 тысяч стоит. Очень классный бежевый цвет. Прям как надо, знаете. Не вот этот вот бежевый плащ из Патриков, а бежевый плащ как надо. Вот классная черная рубашка. Явно из хлопка. Классный черный костюм с голубой рубашкой. Ой, кстати, голубая рубашка девочки. Девочки и мальчики. 3999. Очень классный цвет. Всем на заметку. Костюмы. Я бы вот обязательно взяла на девушку, конечно. Для парней тоже классно, но я думаю, меня больше все-таки девочки смотрят. Кстати, здесь мужская обувь тоже есть. Вообще, я слышала, что все очень сильно хвалят обувь. Она вся сделана из натуральных материалов. Я сама лично не носила, но я как-то общалась с Шу, с Катей Рок. Они все очень сильно хвалят эту обувь. Вау. Зероу на минималках. Смотрите, кстати, какой классный бомбер курточка. Я обожаю такие прямые с замком. Сейчас я вам тоже померяю. Стоит она 20 тысяч. Так, берем, конечно же, размер побольше. Возьмем эльку. Вообще, все очень красиво выглядит. Цвета классные, базовые. Ой, кстати, рубашка практически как у Саши. Я покупала ему в Париже. Коллаборация была с Марни. Реально очень похожа. Классная. На парнях клево будет смотреться. Берите, не пожалеете. Офигенная куртка. Это как рабочая куртка. Классно смотрится. Мы сейчас обязательно померяем. Вы видели, мы такие с Сашей обожаем. Кстати, носим вдвоем. Классные свитера. Вау, даже флиски. Короче, все очень-очень модно. Лайм, я вас обожаю. Кстати, давно не была здесь. И так круто выросли. Так, много обуви. Хорошие, базовые, без логотипов. Я обожаю такое. Это всегда будет классно смотреться. Поэтому при выборе вот таких базовых моделей точно не ошибетесь. Джинсы даже есть. Fit Relaxed. Это никаких узких штанишек. Все как полагается. Джинсы, кстати, тоже хорошие, плотные. Стоят они 5 тысяч. Джинсы я вам мерить не буду. Померю верхнюю одежду. Вы знаете, как я люблю верхнюю одежду. Кстати, шапочка Бинни. Меня каждый год мучают все, где я их беру. Вот есть в лайме. 1999 раз стоит. Кстати, костюм. Смотрите, с какими широкими брюками. Супер. Думаю, даже может померить его. Блин, еще смотрите, сколько в лайме классных треников. Плотных. И вот этот вот, знаете, это касается парней. Не носите никогда тонкие треники. Обязательно плотные, чтобы ничего не выделялось. Понимаете, да, о чем я? Кстати, еще джинсы клевые. Цвет классный. Фит. Девочки, обратите внимание. Здесь очень классные базовые футболки. Они стоят 1999 рублей. Но она прям очень классная. Там есть и поплотнее, но мне вот такие прям оптимальны. Потому что, знаете, слишком толстых. Если честно, мне ходить жарко. Смотрите, какая классная фишка. Мне очень нравится, что здесь вообще нет никаких логотипов. Она мне XL. Но, знаете, я привыкла, если брать что-то мужское, то обязательно XL, чтобы еще и Саша мог носить. Очень классная. Рекомендую. Я даже в гайд это добавлю, на самом деле. Дубленка. Она искусственная. Блин, ну она офигенной формы. Она прям классно сидит. Я даже подумала, может, мне нужна такая тоже. Очень классно смотрится. Даже вот как бы брюки. Это может быть лук как женский, так и мужской. Вообще спокойно. Понятно, что там такие широкие, что они все готовы носить. Но как бы вайпу ловили, да? Офигенный пилот. Ну это, естественно, классик, который не выйдет никогда. И кожзам на самом деле очень хорошо носится. Потому что кожаные вещи начинают вот тут стираться. Кожзам долговечен. Бомбер. Вот вы просто посмотрите. Очень качественные вещи. То есть это прям... Я в шоке. То есть это прям в разы лучше любого масс-маркета. Такие молодцы. И на парней, и на девушек. Еще одна мужская куртка, которая может быть идеальным предметом гардероба. И в мужском гардеробе, и в женском гардеробе. Вот так вот, например, стилизовать. Да? У меня сегодня на самом деле универсальный образ. Но! Вот, допустим, вы, девушка, надеваете такой жакет. Юбку мини, юбку макси, юбку миги, базовую футболку, водолазку, да все что угодно. И почесали. Просто еще один хит. Офигенный тренч. Очень крутой, классический цвет. Прям как надо. Короче, берите, девчонки. Парни тоже берите, но я просто так люблю мужскую одежду, вы же знаете. Она так круто сидит. Вы знаете, прям мой рост метр семьдесят шесть, хочу напомнить вам. Так, размер на мне, по-моему, L. Да, L есть до двух XL. Ну вот прям как бы супер. Всегда, когда у тебя вот длина рукава такая, как в люксе. Только цена, простите, в разы дешевле. Так, собственно, вот костюм. Супер. Так, на мне размер L, но, да, в принципе, на костях сидит, но если взять побольше, будет еще более свободно сидеть. Ну, в принципе, сейчас прям супер овер-овер, мне не прям нравится. Такая посадка прям идеальна. И на парней, и на девушек. Еще, кстати, вот такая стилизация. Это наш любимый сананчик любит стилизовать. Это застегивать жакеты не на подходящие пуговицы и делать такую асимметрию. Видите, тоже как классно смотрится. Ну что, мы переходим в женский отдел Studio Collection. Эта линейка выполнена из премиальных материалов. Например, вот пальто состоит у нас. Да, цена как бы соответствующая, но вы же платите за качество. Я точно знаю, что оно из кашемира, но в каком процентном соотношении я буду мерить и обязательно покажу. Ой, кстати, сумочка, смотрите, какая прикольная. 2999, но это, наверное, не студио линейка. Кстати, очень классно смотрится. Лайк. Такая вот дубленочка у нас есть. Скажу честно, мужская. Мне больше по душе. Вот такое вот пальтишко с шарфом. Кстати, похоже, я сейчас добавляла. По-моему, у Акна Студио как будто бы было вот в этом сезоне. Так что можно присмотреться. Вот такое вот. Я обожаю луки составлять, знаете, в стиле Оксана Рим. Такая вот вся тетя на богатом коричневых луках. Очень классный вельветовый жакет. Классно будет смотреться с темно-синими джинсами, либо все в коричнево-бежевых тонах. Супер, мне нравится. Вот такая штучка мне понравилась. Дубленка. Дубленка-шуба. 1999. Подходим к моему любимому Рейлу. Все черное. У Лайм появился раздел из натуральной кожи. Это вот такой вот жакет из Напы. 23 тысячи, по-моему, он стоит. У меня мама себе его заказала, я точно знаю. Такой вот классический. Я все-таки рекомендую покупать из натуральной кожи. Они лучше носятся. Вот брюки. Стоят они что-то, по-моему, в районе 17-18. Да, 18 тысяч. Классные, не зауженные, прямые. Вот юбки укороченные. Вот такое вот платье. Кстати, классно такое стилизовать с супер-минимализмом в стиле The Row. Либо вообще застилизовать как лоран с золотыми сережками, с громоздкими украшениями золотыми, с браслетами. Здесь пояс. Понимается, да? Я постараюсь здесь вложить фотографии. Так что такое вот обычное платье можно абсолютно по-разному трактовать. Ой, кстати, тоже классное платье. Водолазка. Ну, в смысле, не водолазка, господи, с горлом. Вот это вот мне, кстати, еще приглянулось. Кожаная жилетка и кожаная юбка. Я наверняка померю вам этот лучок. Так, жилетка стоит 12 тысяч, а юбка стоит 14 тысяч. Так что, смотрите, у них какое-то есть пальто. Бежевое. Стоит оно 15 999. Также я тут приметила такую клеточку, вдохновленную Miu-Miu. Очень, кстати, хорошая по качеству. Если честно, ничем особо не отличается от Miu-Miu. Разве что цена. Еще хочу обратить ваше внимание на обувь. На самом деле, тут ее, мне кажется, много достаточно. Ой, казаки. Класс. У меня, похоже, и есть Александр Ванг. Цена 14 тысяч рублей. Еще обратила внимание, что тут вот такая вот рубашечка с жабошкой классная. Смотрите, какие на комфортном каблуке. Очень классно. Тоже, кстати, можно застиллизовать с носком. Очень много всяких классных айтемов. Всякие какие-то платьишки. Обувь. Блин, смотрите, какая классная обувь. Тоже носим с носком шерстяным, пока дожди не начались. Еще какие-то ботильончики у нас тут, остроносые. Очень классно вытягивают ногу. Особенно, если вы небольшого роста. Обязательно клеш на высокой талии. Острый нос. И просто идеально. Смотрите, какие мотоботинки. Я такое вообще обожаю. Все лето ходила в таких. Очень классные. Стоят они 12 тысяч. Такая вот корочная рубленочка. Всякие платья. Кеды. Я очень люблю такие обычные кеды. Они мне напоминают Марджелло. Тоже рекомендуется, как говорится. Смотрите, какие туфли тут есть в лодочке. Не совсем типичные. Каблук на вид очень комфортный. Так, стоят они 9 тысяч. Ой, вот эти вообще тоже как у Кейт. Кейт. Знаете, да, такой бренд? Так, стоят они 12 тысяч. Тоже очень классные. Вот есть всякие тут такие пушистые шапки. Но я бы взяла лучше в мужском отделе. Шапку Биня. Они все-таки, мне кажется, помоднее немножко. Эти тоже классные. Ну, а я за Биня. Ой, смотрите, какие джинсы. Что за джинсы такие? 5999. Очень классный цвет. И фасон. Такие как Баленсиада. Здесь уже такое что-то все джинсовое, молодежное. Классная джинсовка. Но я вам хотела, знаете, что еще рассказать? Слышу от многих, что у Лайма классное белье. Я не носила, но визуально мне очень нравится. Такое скинс на минималках. По цветам очень классно. Вот это, кстати, тоже классная вещица. На базу. Вот всякие пиджаки и все такое. Это для тех, кто любит такие трусы. Я такое не люблю, но знаю, что шу. Шу такие любят. Мы любим бабкины. И спортивная тут всякая есть. Вот, блин, носите вот базу. Логотипы очень сильно раздражают. Всегда ничего не написано. Очень классно смотрится и дорого. И еще хочу сказать, что у них есть классная детская линейка. Показывать я вам не буду, потому что пока я не мамочка. Наверное, у меня мамочек не так много. Но просто вот знайте об этом. Вот такой вот лучок. Все из Лайма, кроме моей сумки. Вот спокойно так осенью и почесали, нарядились и почесали. Очень классно смотрится. Это вот пальто, которое из линейки студия. Очень приятное на ощупь смотрится, как вы можете заметить. Классно и дорого. Вот платье. Я взяла самое большое. Кажется, XL, чтобы, знаете, не облепляло, а более свободно сидело. Классно смотрится. Его вот можно, собственно, стилизовать супер минималистично. А можно обвесы. Гламурные огромные браслеты. Пояс на шее. И будет абсолютно по-другому смотреться. Поэтому считаю, что в такие вещи нужно инвестировать. И вот еще платье. Смотрите, какое офигенное. Цвета супер. Смотрите, как красиво сочетается. Темно-коричневый, голубая рубашка, темные джинсы. Просто офигенно. Да, я, конечно, хотела бы сюда клеш. Это прям вообще в идеальном раскладе. Темно-синий клеш. Но так тоже супер. Тоже как бы на заметочку, да. Сюда еще можно прозрачные очки. Имиджевые. Ну, кому-то и для зрения. Ну, короче, будет супер. Вот такой вот фестивальный лучок в стиле боха. Очень нравится эта рубашка. Но лучше в расстегнутом виде. Потому что здесь на груди рюши. Клеши офигенные. Такой лук немножко бременский музыкант. Так, снимаем рубашку. Посмотрите на голое тело. Тоже уже супер секси. Так, хочу заметить, что брюки стрейч. И они не моего размера, собственно. Поэтому они немножко укороченные. С рубашкой их приспускала. К сожалению, закончились брюки моего размера. Я бы обязательно взяла. Смотрите, как они стройнят. Короче, я вообще всегда всем своим клиентам всегда рекомендую клеши. Это прям... Они должны быть у каждой в гардеробе. Короче, смотрите, как все круто. Здесь с собой... Между собой миксуются. Вот этот жакет, жилет, клеш и почесала, да? Мам, ну жакет хороший. Берем. Я точно забираю клеш, потому что я в них худая. Мне нравится. Что, я наконец снова снимаю обзор из Dead Moscow. Это магазин, где я покупала свое свадебное платье. Сейчас буду вам показывать. Я на самом деле уже в марте. Кажется, снимала обзор. Но, к сожалению, у меня не вышел. Поэтому пришла заново снять, чтобы все было актуально. Я не могу не снять про этот магазин. Здесь просто офигенные вещи, про которые вы должны знать. Кстати, многие не знали, как оказалось, после того, как я выложила свадебный наряд. Вот это, кстати, бренд моего платья. Сейчас буду вам мерить, показывать. Ой, зацените, какой жакет Елена Долсон. Вот если бы Саша в таком ходил, он, конечно, мне бы прям вообще идеально подошел, да? На свадьбе. Вторая половина это мужская одежда. Тут очень много классной обуви, много всяких суперавангардных брендов из Японии, из Англии. Я вам сейчас покажу все, что приглянулось мне на мой вкус. Ой, смотрите, какие хорошенькие штучки, сумочки. Этот бренд называется, надеюсь, сейчас правильно скажу, Maurizio Amadei. Из серебра вот такие детали. Очень хорошенькие. Также смотрите, какие ремни. Это фирменные ремни. Просто все гоняются за ними, кто соображает, как говорится. Все из серебра. Стоит денег, но это того стоит. Для ценителей, как говорится. Смотрите, какой жакет из кожи. Цена 234 тысячи. Мне вот это очень понравилось. Это тоже бренд сумок, который я вам показывала. Кстати, вы знаете, даже на какую-то свадьбу такую скромную подойдет. Это такое платье слоями в греческом формате немножко. Ребят, а вот это бренд Mark Libyan. У меня есть черное платье. Это такой жеваный шелк. Он очень сильно утягивает. Поэтому вообще рекомендую рассматривать эти платья как базу. Я покажу платье из зимнего обзора здесь, потому что сейчас еще такая летняя, летняя весенняя коллекция. А зачем я сюда пришла? За вот этим платьем из жеваного шелка. Оно так всасывает просто. Очень нравится эффект. Вот оно. Видите? Такое прям узенько-узенько. Увидела его. Думаю, мне срочно надо. Конечно, все вот эти необработанные края. Это все сразу делает абсолютно другой вид. Вот, видите, такой жакетик есть в сером цвете. Я, конечно же, примеряю в черном. Это тоже Mark Libyan. Вот у меня есть платье Водолазка Вакчак Готесса в викторианском стиле. Но мне очень нравится, что такие вещи, блин, можно спокойно интегрировать в чем-то современном. Будет очень круто выглядеть. Блин, это все шелк, ручная работа. Супер-супер эксклюзив. Это вам, как говорится, не Балентяга и не Риколанс. Вау. Это, видите, эска. Мне в руках маловато. Такое пальто. Здесь тоже такая подкладка, как у меня на платье моем было. А вот, кстати, собственно, красное платье. Я вставлю это с мартовского обзора. Посмотрите, какое платье. Это ткань из такого жеваного шелка. Она очень сильно втягивает. Очень нравится. Вот у них еще второй зал с супер-классной. Опять-таки одеждой. Следующий лот. Это вот такой вот жакет из жеваной кожи. Лайер Зеро. Это вообще мужской. Можно, естественно, девушку носить. Как более оверсайз. Женский вариант. Более приталенный. Все вот такое по фигуре. Сзади немножко длинно. Классно. Здесь и бугрицы кожаные. Все, короче, ручная работа. Все как любит вот эту моску. Ой, вот это просто мой фаворит. Я его подметила, как только-только зашла. Это тоже Елена Долсон. Это мужской. Очень круто смотрится. Все за счет того, что из натуральных материалов. Блин, в этом мега комфортно. Вот даже так и пошла. Вот эти вот жакеты. Это тоже, кстати, мужской. Тоже Елена Долсон. Сейчас я вам обязательно покажу, что у меня внутри. Смотрите, какой красивый цвет. Очень нравятся мне все эти жабошки. Особенно с жакетами. Вот так вот из-под стойки все это торчало. Рукава торчали. Еще видите, вот в таком цвете есть. Мало. Не мой размерчик. Но посмотрите, кто поменьше меня. Какой классный вариант может быть тоже на свадьбу. Потом, в принципе, ходить в этом. Вообще-то, помимо всех этих необычных вещей, тут есть еще и секс. Вот вам как бы топ такой вот. Я даже думаю, вы знаете, как можно носить? Сейчас покажу. Тоже хотела сказать. Красный на себе я просто ненавижу. А вот такое вот бордо. Очень дорого смотрится. Вот даже вот так можно как-то носить. Но это для смелых, естественно. И, конечно, эксклюзивчик с Келтон. Я под это дело делаю кипларик. Такие очки. Регардс из Гонконга. Следующий лук. Здесь, конечно, вещи сделаны из суперкрутых материалов. Жеванный шелк. Шелк с хлопком. Очень приятные к телу. Смотрятся очень круто и дорого. Да, конечно, такие вещи рекомендую стилизовать. Какой-то суперсовременный омыв с современными очками. Чтобы не выглядеть, как из средневековья. Но это очень клево. Хочу обратить ваше внимание на подклад. Ведь он тоже сделан из хлопок и шелк. Расписано. Редкие вещи не для России, а редкие вещи для всего мира. Следующий лот. Вот такое мужское пальто. У него такой вот асимметричный немножко тут воротник. Это когда он виседает шелке более заметно. А мне размер 2XL. Но, как обычно, мне это не мешает. Очень классная. Там еще есть укороченная. Сейчас покажу. Вот из такого же сукна, видите, есть короткая. У меня эти все вещи, конечно, очень сильно напоминают помда Гарсон. Вот это вот все японское, концептуально. Но это все бренды, собственно, которые любят японцы. Следующий лот. Все это спокойно можно стилизовать в обычной жизни. Вот, например, этот пиджак. С джинсами. С синими. С черными. С кожаными штанами. С юбками. С юбками пышными. Короче, с чем угодно. Сегодня я еще пришла к ребятам в винтаж-стор. Варюня и архив. Свидания и треки на треки. Я уже рассказывала в инстаграме про них. Тоже вставлю старые видео, которые мы еще никуда не вставили. Но покажу сейчас то, что у них очень много классного редкого винтажа. Если вы не знали, обязательно приходите. Тут все. И семьяки, маржела, диор, джуни ватанаби, комна гарсон, джилл сандер. Все, что хотите. Видите, и даркушная, и не даркушная. И всякие вот такие вот тети Писи каблучки. Смотрите. И вот такие всякие штучки красивенькие. Но я пришла, конечно же, за жакетом вот таким вот. Это Vivienne West. Вот хотела сказать Vivienne Sabo. У меня еще, кстати, ни одной вещи нет. Vivienne West. Вот и тут я увидела этот жакет у Арюни Ари. Он, как ни странно, оказался моего размерчика. Поэтому, естественно, мы его забираем. Даже аксессуары вот такие вот есть. Кстати, часики. Видали же мои? Я вам показывала. Гуччи на кожаном тоненьком ремешке. Это отсюда. Смотрите, сколько всего. Мы Ксюше Шипилове здесь покупали винтаж времен Диор, времен Гальяна. Офигенные кожаные штаны. Поэтому рекомендую обратить ваше внимание. Блин, зацените, какая курточка Диор. Но она только, конечно, на высокую и худенькую. Надеваешь с кожаными штанами узкими. Здесь, чтобы кости торчали. Ну, вот это вот все, знаете, очень сочи. Вот эти классные дизель. Но мне, к сожалению, маловато. Они больше на 38-39. У меня 39-40. Поэтому мне палец здесь жмет. Но, на самом деле, если будет нога поменьше, очень удобная колодка. Реально. Еще смотрите, какая классная шуба. Это Дольче Габбана. Она выглядит, она вообще для меня, как, не знаю, какая-то вещь Джуни Ватанаби или. Не знаю, Комда Гарсон. Очень классная. Тоже, конечно, обычно мне маловато. А так здесь с высокими перчатками. С какой-нибудь странной шляпкой. Вообще офигенно. Смотрите, еще какая юбка Джуни Ватанаби. И топ Комда Гарсон, мне кажется. Она тоже не милая. Смотрите, еще одно платье. Джуни Ватанаби с пиджаком. Очень необычное. Как вам вообще? Тут даже есть Версачи из 90-х из Крокодила. Цена, кстати, шара. Но вы спросите в Инстаграме. Вау. Зацените, какие сумочки. Версачи и вот это. Короче, Бомбалео. Да, вот это очень классная. Самая минималистичная из всех Версачи. Сегодня я пришла в магазин Вива Винтаж в Москве. Находится на Электрозаводской. Буду вам сейчас показывать, что тут у них есть. Такой вот большой магазин. Всякое, всячим. Вот, например, пиджачок Арме. Мне уже тут сказали, что это какой-то русский художник. Такие тут всякие штуки. Платье. Вера Вонг, например. Так, нет. Вот это Вера Вонг. Смотрите, какое платье. Такое вот, смотрите, платье есть. Ну что, показываем вам костюмчики винтажные. Вот первый лот вот такой вот. Показываю, что налезло на меня. Прикольно смотрится. Костюмы я люблю. Длина, конечно, брюк. Была бы в пол, было бы лучше. Но тоже прикольно все равно смотрится. Из шерсти. Такое вот, смотрите, костюмчик есть из натуральной кожи. Бебе. С брюками. На худую девушку вообще, потому что это размер S. Я бы что-то с вами померила. Классно смотрится. Такая куртка. Оверсайз большая. С деньгами. Чтобы привлечь деньги. Встать на денежный поток. Вот еще офигенный костюм. Но в штаны я не влезла. Это все-таки S. Прикольный. В милитари. Такого бренда. Сказали, для Кеннеди шил. Костюмы. Следующий лук. Зацените. Мне кажется, очень классно. И модно. Тут вот особенность вот так чуть-чуть. Чтобы все-таки немножко талия прослеживалась. Это знаете что? Костюм гориллы. Тут есть даже перчатки, ноги гориллы. Но я подумала, в табе очень даже ничего. Вообще, кстати, я бы в таком вышла. Если его немножко сузить. Чтобы уж не быть такой громилой гориллой. Следующий лод. Костюм эскады винтажный. Костюмы всегда классные. Пластика жанра. Полоска. Немножко приталенный силуэт. Такие всякие жакеты. Винтажные тоже эскады. Специально закрыла эту зеленую штуку. Потому что вниз надо что-то однотонное. Классные. Блинтиками с чем-то. С туфельками остреньким. Класс. Помимо всего прочего, тут еще очень красиво. Смотрите, какая стена. А что это за стена? Была такая? Это художник русский. Девушка там расписывалась. Ой, красота. Смотрите, у них даже кимоно какие есть. Японские. Расшитые. Так что в Японию можно не ехать, если хотите себе кимоно.